Привет, вы на канале про продукт. Как солить скумбрию в домашних условиях. Соленая рыбка – отличное лакомство, к которому отдают предпочтение многие. Сейчас приобрести соленую или копченую рыбку в магазине не составляет труда, тем не менее опытные хозяйки предпочитают солить ее самостоятельно. Часто выбор падает на скумбрию. Это вкусная жирная рыбка, которая радует отсутствием большого количества косточек и нежным мясом. Нужно только правильно выбрать продукт и знать, как солить скумбрию в домашних условиях. Ни один рыбный гурман не устоит перед домашней скумбрией пряного посола с горчицей или кориандром. Умение вкусно солить рыбу поможет подготовить ее для горячего копчения или перед копчением холодным способом. Выбор и подготовка. Профессионалы советуют выбирать средних или крупных представителей. Такие экземпляры более жирные и их филе содержит меньше косточек. Лучше покупать свежую скумбрию. В таком виде проще определить степень свежести. Свежие тушки не должны быть липкими и плохо пахнущими. Глаза у свежих рыб прозрачные и слегка влажные. Если приходится покупать свежемороженую рыбку, то обратить внимание нужно на корочку льда, которая должна быть ровной. Сами рыбы не. Должны иметь повреждений. Намерзшие куски льда говорит о том, что рыбу размораживали. Если требуется, то скумбрию нужно разморозить. Делать это естественным путем, чтобы филе не изменило структуру. Лучше, если процесс будет проходить поэтапно, то есть тушку сначала нужно переложить в холодильную камеру и только потом поместить в условия комнатной температуры. Замороженная скумбрия, размороженная с помощью микроволновки или других способов ускоряющих. Процесс теряет свою структуру. Рыбу необходимо выпотрошить, очистить от черных пленок. Если способ засола того требует, тушки можно разделать на кусочки. Кроме того, солить свежемороженую скумбрию можно и целую. В таких случаях ее даже не потрошат. То же касается подготовки для холодного копчения. Способы засолки. Часто хозяйки задают вопрос, как правильно солить скумбрию в рассоле и сухим способом. Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Существует немало разнообразных рецептов засола рыбки. Кто-то любит солить с горчицей, а некоторые солят скумбрию быстро буквально за 15 минут. Расходится мнение и относительно количества соли. Есть любители продукта посоления, другие предпочитают малосольную рыбку. Поэтому вашему вниманию будет представлено несколько способов, какому посолу отдать предпочтение пусть решает каждый. Самый простой посол. Этот вариант приготовления позволяет получить очень вкусный продукт без особых усилий. Скумбрия с горчицей получается очень нежный и ароматный. Для начала следует приготовить рассол. Рецепт рассчитан из расчета засолки двух рыбок общим весом около 700 грамм. Для этого понадобится литр жидкости. Воду нужно довести до кипения и добавить в нее 1 чайную ложку горчицы в виде. Порошка. 3 столовых ложки сахара и 5 таких же соли, перец горошком и лавровый лист. Прокипятить 3-4 минуты и поставить остывать. Рыбу нужно порезать кусочками шириной не более 4 сантиметров. Уложив в стеклянную емкость, залить остывшей жидкостью. Порезанная скумбрия будет готова спустя 12 часов. Цельные тушки в таком рассоле засолятся через 2 дня. Второй рецепт посола. В отличие от предыдущего варианта, с горчицей текущий способ приготовления. Соленые рыбки требуют использования уксуса. Поэтому рецепту скумбрия получается очень вкусно. Исходя из того, что рыбка уже подготовлена, то переходим сразу к приготовлению рассола. Для этого нужно вскипятить литр воды и добавить туда следующие специи. Соль 4 столовых ложки. Сахар 2 столовых ложки. Лавровый лист. Черный перец горошком. Душистый перец горошком. Сколько требуется горошин перца. Правило посолоно. Этот счет не дают точных указаний. Каждый повар добавляет на свой вкус 5-10 горошин. Для усиления вкуса и аромата можно добавить побольше. Рассол следует кипятить несколько минут и оставить остывать. Как только жидкость станет комнатной температуры, в нее нужно добавить 2 столовые ложки уксуса. Скумбрию режем кусочками и укладываем в емкость. Заливаем приготовленным рассолом и убираем в прохладное место на сутки. Пряные посол. Этот способ позволит вкусно солить не только скумбрию, но и другую рыбку. В этом случае обойдемся без рассола. Рыбу будем заливать маринадом. Чтобы его приготовить, необходимо смешать 50 мл винного уксуса со столовой ложкой растительного масла. Добавить туда душистый перец горошком, пару лавровых листков, 2 палочки сушеной гвоздики и черный молотый перец. Состав тщательно перемешивается и отставляется в сторону настояться. Рыбку разделывают на филе и нарезают кусочками. На 2 крупные рыбки нужно 3 столовых ложки соли. Ей пересыпают продукт и оставляют на 10 минут для засолки. Тем временем нужно взять 2 головки репчатого лука и нарезать его колечками. Скумбрию размещают в банке с луком и заполняют маринадом. Спустя 10-12 часов блюдо готово. Засолка цельной рыбки. Солить скумбрию целиком в рассоле можно несколькими способами. Особенно распространен вариант, в котором солят скумбрию в луковой шелухе. Такой вариант делает рыбку, похожей на продукт горячего копчения, рыбка приобретает золотистый оттенок и оригинальный вкус. Для рассола необходимо 1,5 л воды, 3 столовые ложки поваренной соли, 2 столовых ложки сахара, 3 жменьки луковой шелухи, 2 столовые ложки чайной. Заварки. Луковые шкурки следует промыть и опустить в жидкость со специями. Жидкость довести до кипения и снять с плиты. После того, как рассол остынет, его следует отфильтровать и залить рыбке. Через 3 дня хозяйка получит готовую золотистую рыбку. Такой цвет ему придаст чайная заварка. Можно засолить цельную рыбку в рассоле с чаем без луковой шелухи. Если добавить в нее жидкий дым, то на выходе получится продукт, имитирующий скумбрию горячего. Копчение. Все мы коптим рыбку на дачных участках или в загородных домах. Организовать коптильню в домашних условиях невозможно. Соленая скумбрия с использованием жидкого дыма заменит продукт горячего копчения, особенно если подвесить ее за хвост и дать некоторое время провялиться. Засолка целых рыб сухим способом позволяет подготовить скумбрию для копчения, при этом неважно для горячего или холодного. Скумбрия, подвергшаяся сухому, посолу отдаст максимум жидкости, насколько это возможно, и даст лучший результат после копчения, неважно, как будет посолена скумбрия кусочками или целиком. Хранение таких солений следует выполнять строго в холодильнике и не более 5 суток. Понравилось видео, подписывайся на канал.